Добрый день! Сегодня у нас в студии в гостях в очередной раз председатель областного правительства Александр Александрович Асмекалин. И речь у нас пойдет о 8-м всероссийском бизнес-форуме «Деловой климат в России», который состоялся в Ульяновске в пятницу 9 декабря. Александр Александрович, давайте вспомним, как все начиналось и какие цели преследовала Ульяновская область, организуя 8 лет назад такое мероприятие, как Всероссийский бизнес-форум. Тематика развития бизнеса, развития экономики региона для Ульяновской области всегда была приоритетной. И 8 лет назад было принято решение о создании площадки, коммуникационной площадки, именно после того, как мы почувствовали о том, что есть определенный разрыв между диалогом власти и бизнеса. Бизнес не всегда может открыто, откровенно говорить и зачастую аргументировать тем, что его не слышат. Именно поэтому губернатор дал поручение сформировать целый пул площадок, на которых этот диалог мог бы быть выстроен, и власть могла бы оперативно реагировать на запросы бизнеса. Это самое актуальное. Именно тогда появилась и неделя предпринимательских инициатив, в рамках которой бизнес на всех уровнях, от муниципального до регионального уровня, высказывал свои пожелания в части решения каких-то системных проблем. Безусловно, начиналось все с конкретных вещей, с конкретных ситуаций, разборов, но потом это уже перешло в системную работу и в целый ряд нормотворческих инициатив, причем не только регионально-муниципально, но и федеральном уровне. Но этой площадки стало мало, и именно тогда родилась идея о реализации крупной площадки, региональной площадки, бизнес-форума «Деловой климат в России». Площадка эта проходит в декабре традиционно, этот форум, и по факту является связующим звеной. С одной стороны, мы подводим предварительные итоги года и понимаем, что удалось сделать, что не удалось сделать. С другой стороны, мы ставим перед собой задачи на следующий год. Мы понимаем, какие будут основные тенденции развития бизнеса, что его волнует и что нужно предпринять для того, чтобы бизнесу стало работать легче и комфортнее. Скажите, пожалуйста, насколько за прошедшие 8 лет этот проект себя оправдал, и все ли на данный момент из задуманного удалось реализовать? Можно сказать о том, что каждый раз задачи возрастают, становится их больше, климат меняется деловой, окружающая среда меняется. Ну, надо хотя бы для примера сказать то, что за эти 8 лет мы пережили два мировых глобальных кризиса, экономических, финансовых кризиса, и поэтому ситуации в каждой и предпосылки для этого кризиса, причины этих кризисов были разные. Поэтому мы старались очень быстро реагировать на это. И каждый раз у этого форума есть своя основная задача, основная, ключевая, центральная линия. Вот в этот раз мы выбрали в качестве ключевых вопросов, посоветовавшихся с бизнесом, три основных блока. Первый блок – это все, что касается реформирования контроля и надзора. Ульяновская область является по факту основной пилотной площадкой Российской Федерации, региональной площадкой Российской Федерации по реформированию системы контроля и надзора. Второй блок – это все, что касается стимулирования экспорта, выхода региональных предпринимателей не только на всероссийский, но и на международный рынок. Проблемы, связанные с этим, проблемы в регуляторике, проблемы в инфраструктуре. Ну и третий блок – это все, что касается развития социального бизнеса, бизнеса в сфере оказания услуг, в дошкольном образовании, в социальной защите и многих других направлениях. Вот эти три основные большие блока можно сказать, что были, так скажем, основным костяком этого форума. Но, безусловно, целый ряд крупных традиционных площадок, такие как закупочная сессия, это площадка коммуникации крупного бизнеса и малого бизнеса в части обеспечения поставок товар, работ, услуг для аутсорсинга у крупных компаний. Площадка не праздная, площадка очень важная, поскольку большое количество крупных компаний приходит в регион в последние годы. И каждая из этих компаний, цена не только сама по себе, в части создания новых рабочих мест, налогового потенциала, рост, приход новых компетенций, технологий, но и в качестве площадки и в качестве, так скажем, центра, вокруг которого развивается целая серия, целая сеть предприятий малого и среднего бизнеса, которые оказывают им услуги, поставки комплектующих, упаковки и многие-многие другие. Такие закупочные сессии у нас становятся традиционными, и в этом году как никогда эта закупочная сессия проходила активно. Участниками стали многие компании, в том числе и торговые компании, такие сети Leroy Merlin, Decathlon, Magnit и многие другие. И в рамках этих сессий были заключены предварительные договоры о вхождении некоторых наших региональных компаний на эти крупные рынки. Если можно, расскажите, пожалуйста, поподробнее о развитии экспортной деятельности в Ульяновской области, насколько известно в настоящий момент проходит российско-иранский бизнес-форум, в котором принимает участие и делегация о нашей области. Вот так чуть-чуть, а можно ли это сказать об этом? Вопрос развития экспорта для предприятий малого и среднего бизнеса в регионе, так скажем, особенно остров, стал в последние годы. Политика, которую проводит губернатор в части формирования национальных чемпионов, задача, которую он поставил перед нами, дает свои результаты, и многие ульяновские компании в сфере металлообработки, в сфере деревообработки, изготовлении мебели, сельскохозяйственной продукции уже начали выходить на мировой уровень, на внешние рынки и довольно, так скажем, уверенно себя на них чувствуют. И наша задача сейчас сделать так, чтобы этот поток не остановился, как можно больше компаний выходили на внешние рынки. Сегодня началось очень крупное мероприятие в Иране. По большому счету, это первая за несколько лет такая серьезная площадка Российско-Иранской межправительственной комиссии, причем членом этой межправительственной комиссии является губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. И делегация нашего региона, большая довольно-таки делегация, причем большую часть ее составляют именно представители бизнеса, потому что это на самом деле представляет очень серьезный интерес, и этот рынок очень интересен для наших предприятий. Вылетели туда, губернатор возглавил эту делегацию. Сегодня проходит заседание самой межправительственной комиссии, также будут проведены целый ряд встреч с компаниями, и одна из наиболее, так скажем, интересных площадок, это создание инфраструктурного проекта, реализация инфраструктурного проекта, создание логистического оператора, который бы обеспечил поток российских ульяновских товаров и на внешние рынки, в частности, если мы говорим об Иране, именно иранский рынок, потому что отдельно предприятия, малую и среднюю бизнес, им тяжело выходить на рынок, тяжело содержать свое собственное представительство, тяжело разобраться в особенностях деятельности. В Ульяновске есть уникальная возможность создать такого оператора, который бы стал посредником, и по большому счету, скорее не посредником, а проводником российских ульяновских товаров на этот непростой, но очень интересный рынок. Кроме того, в рамках этого мероприятия межправительственной комиссии и бизнес-форума губернаторам будет подписано два соглашения о реализации крупных достаточно проектов и в сфере сельского хозяйства, и в сфере производства оборудования. Мы надеемся, что эти переговоры пройдут достаточно успешно, и сегодня-завтра мы ждем конкретных результатов от этих переговоров. Предварительно все вопросы проработаны, и я думаю, что здесь эти переговоры завершатся успешно. Но и не только иранский рынок для нас представляет интерес, для нас представляет интерес и европейский рынок, на который также успешно выходят наши ульяновские компании, и в том числе и рынок Ближнего и Дальнего Востока. Но еще раз повторюсь, сейчас основная задача это формирование инфраструктуры, которая помогла бы нашим компаниям выходить и уверенно чувствовать себя на этих рынках. Именно в рамках этой идеологии было подписано соглашение на 8-м бизнес-форуме «Деловой климат в России» между опорой России, деловой Россией, правительством Ульяновской области и управлением таможни по Ульяновской области, которое позволит нам, так скажем, разговаривать на одном языке, двигаться в соответствующем направлении. Ну и мы надеемся, что даст определенный толчок для развития экономики нашего региона. Хорошо. Раз уж мы вернулись к 8-му оптимистическому форуму, Александр Александрович, если это, в принципе, возможно, давайте попробуем подвести какие-то итоги этого мероприятия. Что это мероприятие дало бизнесу, что оно дало Ульяновской области? Ну, первое, что, на мой взгляд, это дало бизнесу, это дало возможность в концентрированном виде получить информацию о основных тенденциях регулирования бизнес-климата, формирования благоприятной деловой среды на всероссийском уровне, поскольку бизнес-форум проходил сразу же практически после послания президента Владимира Владимировича Путина федеральному собранию, а вопросу благоприятного делового климата было уделено очень много внимания в этом послании, и это очень важно для нас. Также это было, он проходил практически через небольшой промежуток времени после государственного совета, который также проводил президент в Ярославле, который был посвящен отдельно бизнес-климату, на котором были озвучены новые подходы к регуляторике и формированию, соответственно, основных моделей реформирования делового климата, развития делового климата. Также на данном бизнес-форуме бизнес имел возможность пообщаться с экспертами федерального уровня и задать им вопросы, не только региональным экспертам, не только региональным правительствам, но и экспертам федерального уровня, вопросы, которые их волнуют. Что же касается более практической точки зрения, как я уже сказал, по итогам закупочной сессии мы вышли на 8 предварительных договоров о сотрудничестве малого и среднего бизнеса с крупным бизнесом. Это только то, что было уже в рамках форума достигнуто, но этот диалог продолжается. Самое главное, что это коммуникации, которые были выстроены. Отдельная площадка, которая впервые была проведена в таком новом формате, это бизнес-завтрак губернатора и представителей иностранных инвесторов, на котором был очень откровенный разговор по вопросам и делового климата, и инвестиционного гостеприимства. И очень много вопросов было задано предпринимателями, иностранными представителями иностранных крупных компаний, которыми мы сейчас начали активно взяли в работу, которые они видят в качестве возможности дальнейшего роста. Отдельный блок – это то, что мы сейчас планируем тиражировать этот опыт и на российских инвесторов, и на предприятия среднего и малого бизнеса. Тоже такое неформальное общение для более откровенных дальнейшего разговора и диалога. Кроме того, были проведены переговоры и с компаниями из других регионов, которым также заинтересовал наш деловой климат в России, и могу сказать, так скажем, небольшую занавесу тайны, приоткрыть некоторые компании, которые приехали сюда поучаствовать, послушать, были очень удивлены, так скажем, тем прогрессивным подходом регионального правительства и тем, так скажем, открытостью губернатора для общения с бизнесом, что были приняты предварительные решения о реализации проектов на территории нашего региона. Причем даже если эти проекты были рассматривались и к реализации на других площадках. Сейчас мы активно ведем уже работу по сопровождению этих инициатив и думаем, что по итогам этого форума несколько новых предприятий еще появятся на территории нашего региона. Ну и, безусловно, это новые инициативы, инициативы в том числе и к федеральному центру, с которым мы будем выступать и будем просить представителей общественных объединений России, Центрального аппарата общественных объединений предпринимательства опоры, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников-предпринимателей, ну а также наших представителей в Государственной Думе, в Совете Федерации помочь нам продвигать в дальнейшем с целью того, чтобы бизнес-климат в России, ну и в регионе в частности, был лучше, комфортней и мог позволить реализовать очень много новых проектов. Значит, мы с уверенностью можем сказать, что 8-й бизнес-форум «Деловой акклимат в России» прошел успешно и удался. Да, и мы надеемся, что 9-й бизнес-форум, который обязательно у нас состоится, пройдет на более высоком уровне и будет выходить уже на международный уровень. Спасибо большое, Александр Александрович. Успехов и удачи. Спасибо.